Завтра у Ратуши любой желающий может сесть за рояль и сыграть свое любимое произведение. В Минске уже традиционно в четвертый раз подряд пройдет акция «Свободный рояль». В этом году она продлится с 18 до 19.00 на площади Свободы. У нас в гостях начальник отдела корпоративной коммуникации компании Велков Николай Бределев. Николай, доброе утро. Доброе утро. Судя по майке, вы большой поклонник классической музыки. Естественно. Или это просто рекламно-брендированная байщика. Нет, я поклонник. Поклонник. Поэтому, собственно, есть такой проект классика у Ратуши? Конечно, конечно. Говоря, собственно, о классике у Ратуши и о свободном рояле, который вы уже упомянули, действительно, мы приглашаем всех желающих жителей города и гостей столицы поучаствовать в традиционной акции, которая длится уже четвертый год. Мы предлагаем возможность всем желающим воспользоваться акустическим роялем. Всем умеющим играть, наверное, надо сказать. Да, вне зависимости от навыков. Ну, в том числе, в том числе, даже если вы играете только в траве, сделать кузнечик, вполне вы нам подходите. Приходите на площадь свободы. Завтра уже в 6 часов под открытым небом появится акустический рояль, воспользоваться которым сможет любой желающих. И под аплодисменты присутствующей публики исполнить любую композицию. Скажите, а если, я перебиваю вас, скажите, пожалуйста, Николай, есть ли какие-то определенные, я не знаю, правила участия в этой рубрике? Ну, к примеру, там, выходишь к роялю и говоришь, я Николай Бределев, могу ли я сыграть на рояле? И все, да, тогда ты играешь. Или кто-то скажет, нет, тогда ты не имеешь права подходить к роялю. Есть что-нибудь подобное? Нет, на самом деле, в этом, собственно, и есть философия такой акции, как свободный рояль, что мы не оцениваем ваши потенциальные способности к игре, к исполнению композиции. Это ваше право этого. Вы считаете, что вы достойны того, чтобы быть представленными в качестве музыканта на одной из главных площадей города и в рамках такого проекта, как классика «Уратуша с волком», то ради бога, мы рады приветствовать вас. Вообще, в принципе, практика свободных роялей и этих акций распространена, в общем, в Европе. Такие музыкальные инструменты различные, не только рояли, можно обнаружить в центре города, в любой из стран, по сути. И Минск в данном случае – это один из городов. И эту акцию «Велком» уже который год активно проводит в городе. Я бы подсказал даже еще слоган этому действу рояля. И написано «Все, кому не лень?» Ну, чтобы все понимали, что каждый может подойти и что-нибудь. Мы рады всем. Учитывая, что четвертый год подряд наверняка же есть какая-то статистика, не статистика, но очередь-то стоит вокруг рояля. Конечно, конечно. То есть приходить заранее. Какой процент подсадных участвует в этом конкурсе? Что вы такое говорите? Я слог сказал? Я подумал? Неужели? Нет, на самом деле, конечно же, мы не занимаемся тем, что мы приглашаем каких-то специальных музыкантов или людей, которые нам что-то сделают специально. Нет, это абсолютно открытая площадка. И скажу, что с каждым годом вокруг рояля становится все больше и больше не столько слушателей, сколько желающих поучаствовать. Нажать? Да, а вдруг? Знаете, а вдруг и я талант. По большому счету, отличная, отличная тенденция. Мы очень рады этому и действительно ожидаем, что завтра в 6 вечера будет действительно ажиотаж не только вокруг рояля среди зрителей, но и среди... А от цирка очередь будет? В 20.30 начинается очередной, уже пятый по счету концерт классики у ратуши с волком, который называется «Барокко до современности». Так, Дмитрий? Нет, я не знаю вопроса, за деньги ли там все это дело проходит. Конечно нет. Я понимаю, бесплатно все. Совершенно. Абсолютно бесплатно. Это надо подчеркнуть. Действительно, классика у ратуши за достаточно долгое время существования стала одним из культовых городских проектов. О классике знают многие. К нам приезжают из различных городов Беларуси для того, чтобы просто послушать отличное исполнение различных исполнителей под открытым небом. Мы очень надеемся, что завтра будет отличная погода, что завтра будет великолепное устранение у наших гостей и, разумеется, вдохновение у музыкантов. Осталось только пригласить всех... И порадоваться, да? ...жителей Беларуси, да, и порадоваться за волком с классикой и с роялем, и со всем вместе. Приглашаем. Приглашаем с большим удовольствием. Встретимся завтра на классике у ратуши с волком. Друзья, у нас в гостях был начальник отдела корпоративных коммуникаций компании «Волком» Николай Бределев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...